Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Гринович, и мы сегодня с вами будем разбирать ошибки в нанесении тональных текстур. Этот вопрос очень часто возникает у меня в директ, а также я веду уроки макияжа как онлайн, так и лично, и у многих девчонок происходит такая ошибка. Неправильное нанесение тонального средства. Потом получается, что и макияж смотрится слишком активным, потом получается, что и как будто бы все под дальнейшие текстуры наносятся немножко не так. Поэтому сегодня я решила вам рассказать, как правильно нужно наносить тональные текстуры, чем нужно наносить, и если вам эта тема очень интересна, то оставайтесь со мной до конца. А также поддержите этот канал пальчиками вверх и напишите в комментариях, какие у вас были ошибки в нанесении тональных текстур. Первое, с чего нужно начать, это всегда подготовка кожи к макияжу. Поэтому сейчас я вам покажу момент, который я не пропускаю никогда, перед тем, как наношу свою тональную текстуру. Итак, мой уход, это всегда бывает сыворотка плюс крем. Но так как кожа у меня склонна к сухости, то в период, например, зимний, я еще наношу базу. Вот такая база от бренда Bobby Brown. Она мне очень подходит тем, что она увлажняет, питает, и она еще идет с витамином С. Эту базу я наношу просто пальчиками на лицо и растушевываю. Если вы хотите, чтобы ваша кожа максимально сияла, то в базу можно добавить еще, например, хайлайтер кремовый. И тогда будет ощущение активного свечения кожи. Но мне, например, кажется, что на ежедневный макияж все-таки не стоит добавлять очень активных бликов, потому что в течение дня это может выглядеть странно. То есть вечерний макияж или макияж для съемки очень даже можно. Под глазки эту базу мы чуть-чуть прям заводим и немножечко оставляем там впитаться. Если у вас кожа склонна к жирности, то эта база будет чуть-чуть плотновата, поэтому вы можете использовать свой ежедневный крем обычный. К слухости все-таки эта база, прям рекомендую ее. Следующее это выбор тонального крема. Когда вы приходите в магазин, то однозначно вам нужно понять, какой тональный крем вы хотите для себя. То есть если вы хотите сияющий тональный крем, то, соответственно, вы выбираете текстуры, которые будут максимально подсвечиваться, то есть много светоотражающих частиц. Грубо говоря, вот этот Shiseido Skin Glow отлично подходит на эту роль. Классно светится, кожа такая как будто бы вся в хайлайтере и эффект влажности у него есть. Если вы хотите более матовое покрытие, то, к примеру, вот такой тональный крем. Он называется Clinique Even Better. Подходит больше для жирной, для комбинированной кожи, но на сухой коже он будет смотреться чуть-чуть плотноват. Как бы, и если вы хотите, например, не такое активное сияние, но в то же время красивое легкое покрытие, то, кстати, вот такой вот крем от бренда Bourjois очень мне нравится, именно Mix Serum. И я его сегодня вам покажу, как правильно наносить, потому что моя кожа склонна к сухости. Дальше момент. Чем же все-таки мы будем наносить? Это может быть либо кисть, либо спонж. Но спонж, девчонки, обязательно нужно намочить. Вот этот спонж у меня мокренький, видите, он какой бум-бум-бум. А вот этот спонж сухой, видите, какой он маленький. Понятное дело, что сухим спонжем вы будете себе наносить, получается, как будто бы не полупрозрачно, а как будто бы стирая. То есть это обычная губка, которая будет стирать и впитывать ваш тональный крем. Соответственно, у вас сильно увеличится расход, и в то же время вы не нанесете это все полупрозрачно и красиво. Итак, как мы выбираем цвет тонального крема? Все очень просто. Всегда в магазинах старайтесь найти максимально близко к натуральному освещению. Или лучше нанесите себе на эту зону парочку оттенков на лоб и выйдите на улицу. Почему на лоб? Потому что здесь мы как раз-таки смотрим именно вот оттенок, да, тот, который нам должен подходить. Вот здесь мы смотрим, как сочетается вместе с шеей. Соответственно, нанесли сюда, нанесли сюда, выйдите на улицу, посмотрите, как выглядит этот тональный крем на вашем лице. Если да, то можете брать по цвету. Чем я люблю наносить тональный крем? Обычно это кисть. Пальцами мне никогда не нравилось. Пальцами, когда мы растушевываем, есть ощущение, будто бы, ну, знаете, такое движение, пальчиковые пятна остаются. И потом, когда мы наносим последующие текстуры, эти пальчиковые пятна будут повторяться другими текстурами. Так что я считаю, что лучше всего это спонж или кисть. Если брать кисть, то я рекомендую... Вот, у меня три варианта кисточки. Одна максимально вот такая плоская, но при этом она широкая. Это Лена Мотинова L4. Одна очень-очень набивная, плотная. Все из искусственного ворса. Лена Мотинова L8. И, может быть, вот такая скошенная, как вариант L9. Я все-таки фанат именно вот такой, как бы, как язычковой формы. И немножечко она вот набивная, но не слишком плотная. Наношу тональное средство на ручку. И посмотрите, какими движениями я буду сейчас наносить на лицо его. Как делают девочки? Основная ошибка. Вот это вот движение. Под глаза, сюда, нос. А потом говорят о том, что, во-первых, у них все вот сюда забивается. Потому что они прям вот сюда, как бы, стаскивают, грубо говоря, тон. Потом говорят, что слишком активно заметен тон. Потом говорят, что у них под глазами все это скаталось. Объясняю, почему. Во-первых, под глаза мы тон не наносим. Туда наносится консилер. Во-вторых, мы всегда наносим максимально первые движения у зоны, где вот у роста волос. То есть, вот на эту часть. Здесь у нас самый плотный будет он. А потом оттушевываем к носу. Но движения тянущие, как бы, отсюда сюда. То есть, по массажным линиям. Не вот так вот, чтобы вбивать все в морщинки и делать опущенное лицо. То есть, вы же все равно тем самым создаете некий массаж. А как будто бы вот такими, вот чуть-чуть оттягивающими к виску. И вот здесь мы хорошенечко просто носик прорабатываем и оттягиваем. Под глазки не наносим. Если вам нужно, например, более плотно, то делаем вот такие приставные движения. На шею уже спускаем вот так. Вот этого одного нажатия мне хватит полностью на все лицо. В этом-то и плюс. То есть, мы наносим сначала сюда. И оттушевываем сюда. Получается, что наш тональный крем выглядит очень-очень полупрозрачно. Мягко. И практически незаметно. Чуть-чуть на лоб. Если у вас хорошая подготовка кожи, то тональный крем будет как будто бы прям скользить по коже. И не будет ощущения, что у вас там, допустим, перегружено. Или слишком много продукта. Или как бы вбилось куда-то в морщинки. Потому что хорошая подготовка кожи, она и подразумевает как раз-таки тот момент, что тон будет скользить по подложке. По поводу базы. Если у вас кожа склонна к жирности, на каждый день я все равно не рекомендую наносить базы. Про базу у меня есть отдельное видео. Оставлю вот здесь вам. Можете его посмотреть. Потому что там как раз-таки важно разобрать, для чего какая база нужна. Дальше, что хочу рассказать про спонж. Если вы чувствуете, что вы переборщили, то спонжем можно делать вот такие движения. Как будто бы впитывающие. И тогда он соберет, например, ненужные средства. То есть ненужные средства где-то там, где вы слишком много нанесли. Следующим этапом можно нанести на, к примеру, те места, где у вас прыщички. Вот у меня есть немножко более точечно. Здесь я возьму уже кисточку поменьше. Вот такую малышку. Тоже бренд Лена Мотинова. И буду наносить, вот у меня здесь, например, есть небольшой прыщичек. Вот здесь. То есть там, где мне нужно тот же самый тон. Немножечко оттягивая. Это можно сделать и консилером. Но если у вас, к примеру, сейчас нет консилера, то можно сделать и тоном. Если у вас кожа склонна все-таки к сухости, то я бы не рекомендовала слишком активно запудривать тональный крем. Но если у вас кожа склонна к жирности, то можно слегка его припудрить. Сейчас я вам покажу просто небольшое нанесение пудры, как я делаю для себя. Пудра, которая подойдет очень-очень хорошо. И для сухой, и для жирной кожи не оставлять перегруженного слоя. Итак, отдельное видео про пудру у меня тоже есть. Но на всякий случай покажу, каково же должно быть нанесение именно пудры. Я беру Лора Мерсье. Она прозрачная. И она создает эффект больше просто такой аккуратно заблюренной кожи. То есть не перегружает. Набираю вот так вот в крышечке продукт. Пушистой кистью делаю притамповывающие движения. Для того, чтобы просто зафиксировать свой тональный крем. То есть у меня нет желания сделать такую маску. Соответственно, вот такими легкими притамповывающими движениями мой тон фиксируется. Он не смотрится перегруженным. Он смотрится таким же полупрозрачным и аккуратным. Его практически незаметно. Но при этом, когда я возьму телефон и отвечу, алло, тональный крем не останется у меня на телефоне. Ну что, девчонки, три ошибки. Это нанесение вот таким образом. Вторая ошибка. Это когда мы берем, например, наносим сухим спонжем. И третья ошибка. Это когда мы выбираем тональный крем не по цвету, наносим его очень плотно и наносим его от середины к виску. То есть не от виска перетягиваем к середине, а от середины к виску. Вот эти основные три ошибки совершают все мои клиенты на индивидуальных уроках, когда приходят и рассказывают, что у них с тональным кремом какие-то проблемы. Им не нравится, как он на себе лежит. Если вы нашли у себя такие же ошибки, пишите, пожалуйста, это в комментариях. Напишите, какой вам еще вот такой маленький ролик нужно сделать, чтобы просто вы все свои ошибочки взяли и исправили. И уже в новом году сможете идеально создавать себе ежедневный макияж. Ставьте пальчики вверх, если вам было это видео полезно. А также смотрите мои другие видеоролики, которые тоже очень-очень интересные. Пока-пока!